Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Обманули или ввели в заблуждение? Почему жители одного из барнаульских ЖК могут остаться без собственной газовой котельной? Жизнь в потопе. Жильцы дома на Челюскинсов уже четвертый год подряд спасаются от дождей в квартире. Спортивный потенциал и тихий уголок для шахматистов. Что планируют сделать на заключительном этапе реконструкции парки Изумрудный? С установлением дневных плюсовых температур в краевую столицу пришла долгожданная весна. Особенно это начинают замечать пешеходы и водители авто. Одни жалуются на испачканную одежду, другие на лужи на дорогах, из-за которых невозможно увидеть неровности. Так, в одном из интернет-пабликов автор видео отмечает разлитое море на космонавтов в районе мясокомбината. Другие очевидцы говорят о глубоких лужах в районах Южного тракта РТП и ВРЗ. По их словам, ливневки не справляются с потоком воды, либо просто отсутствуют. Между тем, представители ГОЧС Барнаула на прошлой неделе сообщали, что в краевой столице уже вовсю занимаются очисткой ливневок, так как есть вероятность неблагоприятного развития паводковой ситуации. Пассажир пострадал в ДТП с двумя автобусами в Бийске. Авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Кутузова-Социалистической. Столкнулись два автобуса номер 35. В момент ДТП, в одном из которых находилось 30 пассажиров, второй был пуст. Предварительно известно, что один из водителей выбрал небезопасную скорость и столкнулся с другим автобусом этого же маршрута. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ведомства. Ну а мы переходим к другой теме. Следователи и прокуратура также проводят проверку по факту распыления газового баллончика в Бийской школе номер 9. Пострадали трое учащихся 11, 15 и 17 лет. Следователи проводят проверку на месте происшествия. Несовершеннолетним оказана помощь, им ничего не угрожает. Ну а далее. В одном из жилых комплексов Барнаула растет возмущение жильцов. Несколько лет новостройки отапливала собственная газовая котельная. Но этой зимой жители узнали, что скоро их дома переведут на общую теплоцентраль, с чем люди не согласны. Ведь в свое время они выбирали жилье с определенным уровнем комфорта. Моя коллега Анастасия Дороган разбиралась в ситуации. Обманули или ввели в заблуждение. Так считают жильцы квартала две эпохи. Все они выбирали квартиры здесь, в том числе и за собственной газовой котельной. Сейчас есть опасения, что скоро их могут лишить такого комфорта. В наши общедомовые чаты просочилась информация о том, что собственник газовой котельной решил ликвидировать эту котельную, продать ее. Сибирская генерирующая компания на своем сайте разместили информацию, что да, действительно, у них в 2024 году запланировано технологическое подключение нашего жилого комплекса на тепловые центральные сети и ликвидацию газовой котельной. К такому повороту жильцы были не готовы. У нас, во-первых, никогда не было перебоев ни с отоплением, ни с водой. А когда городское подключение, нас просто обманули, когда предлагали эти все условия. Правда, позже на сайте СГК информация о котельной двух эпох исчезла. Оказалось, она была преждевременной. Владельцем котельной является застройщик ЖК «Две эпохи. Строительная перспектива». Застройщик обратился в сибирскую генерирующую компанию для рассмотрения возможности передачи указанной котельной в аренду. На сегодняшний день ведутся переговоры. И по словам застройщика, никто никого не обманывал. В проектной декларации объекта котельная не значится жилым имуществом. А продать ее он решил, так как с существующим тарифом в 2170 рублей это экономически невыгодно. В целом за пять лет я заработал миллион сто. Но этих денег не хватит не то, что на ремонт со временем накопить какую-то сумму, да, и на обслуживание сетей. Есть такое понимание, как гарантирующий поставщик, коим я являюсь, и глядя на все вот эти перипетии, которые этой зимой в Подмосковье, в Новосибирске с заморозкой домов происходили. Учитывая такие экономические результаты, мне совсем не интересно иметь такой бизнес. У управляющей компании должна быть техническая документация. Когда они принимали жилой дом на обслуживание, то, естественно, в ГИС ЖКХ обводятся все данные по общей домовому имуществу. Если она не передавалась и застройщик построил для себя, ну пусть тогда проектную документацию предоставит именно на котельную застройщик, что он строил эту котельную для себя, как свою собственность, за счет своих денежных средств. В противном случае жильцы, если захотят, будут вправе взять котельную под свое обслуживание. Правда, это повлечет финансовые издержки. Если же котельная действительно не относится к общедомовому, застройщик может ее продать. Но вряд ли ее ликвидируют. За последние пару лет СГК не переводила новые дома, запитанные от локальных газовых котельных, на центральное теплоснабжение. Сейчас люди ждут ответов от СГК и застройщика. И уверены, что ситуацию еще можно разрешить. Нет денег на обслуживание, ну поднимите тариф немножко. Мы как бы не отказываемся платить. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Вернемся к теме межсезонья. Это время, когда не только потапливают дороги. Жители последних этажей ряда домов краевой столицы по той же причине недолюбливают весну и осень. На Челюскинцев 76 с капающим потолком борются с помощью тряпок и тазиков. Можно ли проблему решить другим способом, причем окончательно? И что требуется для этого предпринять, узнавала Юлия Щепина. Такая красота. Здесь все мокрое. Подушка мокрая. Так на Челюскинцев 76 регулярно льют дожди с потолка. Потопы продолжаются четвертый год, причем случаются все чаще и чаще. В этом году уже просто невыносимо. То есть на данный момент у нас топило в декабре, в ноябре топило. И то есть в этом году, в марте, 10 марта, у меня вообще перегорела проводка. То есть у меня нет ни в санузлах, ни в коридоре, ни в комнате, нигде нету света. Бытовые приборы начали приходить в негодность. Сгорела люстра и плита. Домофоны, ключи не работают. Жители часто не могут попасть в подъезд. Сейчас Татьяна переживает, что электричество ей сделают только в мае, когда все просохнет. И боится за свою безопасность. Ставлю тазик сюда, ставлю тазик сюда. Электрик из ЖЭО попросили, чтобы он вот эту коробку открыл. Потому что если туда пойдет вода, это замкнет и до пожара. Они сами говорят электрике, что до пожара недалеко. И вот поэтому и страшно. Квартира топит во всей пятиэтажке. Не только в подъезде Татьяны. Моя мама 90 лет. Она была вынуждена отсюда съехать, потому что жить было невозможно. Вышла из строя печь электрическая. Сейчас пользуемся просто двухкомфортной. Стараемся как-то и тазики ставить, и эти вот не просушившие все спальные принадлежности. Просто даже легче. Вынуждены были даже выбросить диван. Купить новый. В таких случаях специалисты советуют возместить ущерб за испорченное имущество, обратившись с претензией в адрес управляющей компании. По швам все бежит. Все это самое. Если вы там, все ручьем прям. Многоэтажку обслуживает управляющая компания «Сити Дом». По словам жителей, обращения в городские инстанции не помогают. А УК составляет акты, пишет отписки, но результата нет. Однако «Сити Дом» утверждает, что проводят латочный ремонт кровли ежегодно. Но эта мера временная. Деньги собственников уходят вместе со снегом и с водой весной. То есть все это бесполезно, пока не будет сделан капитальный ремонт. Капремонт запланирован только на 26-28 годы. По словам представителя УК, убедить жителей проголосовать за повышение тарифа и перенос срока на собрании два месяца назад не удалось. Проголосовали против переноса срока, против повышения взноса на капитальный ремонт. Региональный оператор определил предельную стоимость работ 20 миллионов 822 тысячи 0,10,82 рубля. То есть для того, чтобы им попасть в эту программу, взнос должен был составлять 13 рублей 50 копеек. На данный момент Сетидом планирует провести еще одно собрание, чтобы предложить более масштабный ремонт, закатать всю площадь крыши. Но чтобы ускорить капремонт, не обойтись без увеличения взноса. Это уже распространенная практика. Пока некоторые жители игнорируют голосование, жильцам пятых этажей так и придется справляться с протечками самостоятельно. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Верховный суд оставил на свободе девушку, из-за которой погиб фельдшер на трассе Барнаул-Новосибирск. Напомним, осенью 2021 года Валентина Катенева приехала на вызов, чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП. Женщина стояла на обочине возле машины скорой помощи. В этот момент ее сбил автомобиль, за рулем которого была Дарья Волокитина. Девушка даже не снизила скорость, увидев, что на трассе работают спецслужбы. В декабре 2022 года суд назначил Волокитиной три года лишения свободы в колонии-поселении. Однако в марте 2023 года апелляция изменила приговор. Три года стали условными. Приговор шокировал родственников. Погибшая 45 лет посвятила медицине. До последних минут своей жизни лечила людей. До пенсии ей оставалось всего два месяца. Также, по словам близких фельдшера, на суде не было видно, что виновница аварии Дарья Волокитина раскаивается. Как следует из материалов дела, суд учел посткриминальное безупречное поведение Волокитиной. Девушка активно занимается благотворительной деятельностью, имеет многочисленные грамоты и дипломы. Оказывает помощь пожилой бабушке. Ну а теперь же родственники погибшего фельдшера рассчитывают на суд божий. Тело 20-летнего баскетболиста клуба «Барнаул» нашли в Енисеи в Емельяновском районе. Это в 20 километрах от Красноярска, где и пропал парень. В полиции подтвердили личность погибшего. Напомним, Антон Петухов пропал ночью 30 декабря. Его искали полицейские и волонтеры. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и заметили спортсмена на острове Татышев. Он шел слева берега, но ни на правый берег, ни обратно не вышел. Спасатели отрабатывали разные версии. Падение в воду, потеря сознания на территории острова и другие. Позже полицейские установили по записи с видеокамер, что парень упал в воду с Октябрьского моста. Причина случившегося не установлена. Народный парк «Изумрудный» подошел к заключительному пятому этапу реконструкции. Власти определились с подрядчиком, который в ближайшее время приступит к работе. На это выделено 30 миллионов рублей. Уже известно, что расширится спортивный потенциал парка, появится уголок для шахматистов. Что еще изменится в «Изумрудном»? Расскажем в следующем сюжете. Это деревья, которые могут расти по 500 лет. Вот, например, дубы, липы, они могут расти 500 лет. То есть мы заложили то, что будет использоваться горожанами долгие-долгие годы. Эта работа может быть и незаметна, и оценить ее можно будет спустя десятилетия. Но цифры уже впечатляют. Несколько лет назад, когда общественники только зашли в парк «Изумрудный», здесь росло 2500 деревьев. Зеленый фонд обновили почти на треть. Сегодня крупных насаждений уже около 4000. Озеленение парка – глобальная задача, над которой будут работать и после всех этапов реконструкции. Кстати, в этом году «Изумрудный» выходит на заключительный пятый этап. Работы коснутся центральной аллеи парка. Второй объект расположится в тихой части парка. Там появится павильон для интеллектуальных игр. Третий важный объект – это большой спортивный, ну я назову его, кластер, который у нас предполагается к сооружению в восточной части парка, прям примыкая к стадиону Клевчени. Там планируется площадка для стритбола, многофункциональная площадка с резиновым покрытием, где можно будет там разминаться, заниматься йогой, делать какие-то упражнения. Четвертая позиция – это парковка с южной стороны парка, это со стороны недостроенного ледового комплекса, мотор. Там тоже предполагается парковка, тротуар, тоже освещение, ну чтобы можно было людям комфортно подъехать, зайти в парк тоже. И мы таким образом расширим еще сеть парковок, потому что, ну что греха таить, не хватает парковочных мест. И, наконец, пятый этап подразумевает работу по периметру парка. Изумрудные огородят со стороны ВРЗ. Накануне власти нашли подрядчика, в которых приступят к работе, когда установится теплая погода. Это наш общий результат, и результат того, когда все объединились, власть, общественность, эксперты, бизнес, и все вместе, вот это получается. Результат есть, его оценили люди, и в первую очередь они оценивают это, голосуя за него ногами, да, приходя сюда, мы видим, как растет посещаемость парка. Пример Изумрудного показал, каким должен быть современный парк, и, соответственно, мы видим, как начинают меняться и парки в других частях и города, и Алтайского края, потому что это такой вдохновляющий пример. К слову, летом в Изумрудный каждый день приходят около 10 тысяч горожан. Осенью этого года они смогут увидеть плоды заключительного этапа реконструкции, а потом самое сложное – продолжить озеленять парк и сохранять все то, что уже сделано. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. На первый этап благоустройства парка имени Ленина в Барнауле потратят 49,5 миллионов рублей. Именно такую сумму предложила компания «Победитель торгов». Название ее пока неизвестно. Зато известно, какие работы будут проводить в 2024 году. До августа в парке демонтируют здания, аттракционы, старые дорожки, снесут деревья. В следующие два месяца подрядчик должен будет благоустроить проезды, тротуары, площадки, газоны и клумбы, установить малоархитектурные формы, а затем высадить новые деревья и смонтировать фонари. Все работы планируется закончить до 14 октября. К тому времени барнаульцы уже должны привыкнуть назвать территорию иначе. Недавно общественники выбрали новое название. За Невский проголосовали 68% активистов территории. Добавим, что полностью завершить благоустройство парка планируется через три года. В Барнауле масштабно отметили десятилетие присоединения Крыма к России. Патриотические мероприятия прошли по всему региону. Одной из самых зрелищных акций стал автопробег. Смотрите в сюжете. Так задорно, с песнями и флагами прошел барнаульский автопробег «Русская весна» в честь годовщины присоединения Крыма к России. Десять лет назад полуостров снова стал частью нашей страны. Барнаульские автолюбители не могли оставить такое событие без внимания. В автопробеге приняли участие 15 автомобилей. Участники стартовали от Площади Свободы. Далее машины двигались по проспекту Ленина до Площади Октября. А после проезда по проспектам Строителей и Красноармейскому вернулись на исходную точку – Площадь Свободы. Для некоторых подобные автовылазки уже традиция. По случаю десятилетия «Русской весны» только в Барнауле прошло свыше 30 мероприятий. Школьникам на уроках рассказывали об исторических взаимоотношениях полуострова и России. Депутаты молодежного парламента на улице раздавали информационные листовки и ленточки с триколором. Наша кровинушка – Крым. И все. И теперь мы вместе. Единая семья. Во-первых, это была трасса Таврида, чтобы построить Крымский мост. И все это едино. Они с нами, мы с ними. Данил Кузнецов. День с толком. Главным событием празднования юбилея присоединения Крыма в Алтайском крае стал праздничный концерт песни «Крымской весны», который прошел в филармонии. В следующем сюжете расскажем подробнее. В Москве был подписан договор о возвращении Крыма в состав России. Этот весенний день стал праздничным днем и отмечается не только на полуострове, но и по всей нашей стране. С этого поистине исторического момента прошло 10 лет. В честь юбилея мероприятия проходили по всей стране. Не остался в стороне и Алтайский край. Главным событием празднования стал концерт в стенах Крымской филармонии. Помимо Виктории Гальцевой на сцене выступал мужской ансамбль и симфонический оркестр краевой филармонии. Вокальный ансамбль детской школы искусств номер 6 и квартет «Перфомен» из Москвы. Исполняли в основном романсы и пьесы, посвященные полуострову. Посмотреть на программу пришли жители всех возрастов. Вся программа насыщена современными песнями. А притом праздник десятилетия весны не только по телевизору. Я все люблю воочию услышать, особенно с симфоническим оркестром. Это очень приятно. Также на концерте присутствовали почетные гости – ветераны и участники боевых действий, в том числе СВО. Так и получилось сейчас и сын у меня тоже принял участие именно в данных событиях, которые были в 2014 году. Вот такая вот смена поколений получилась у нас. Событие очень нужное, событие очень правильное. И никто никогда и не говорил о том, что Крым должен принадлежать другому государству. Кстати, тогда, 10 лет назад, как и вся страна, Алтайский край тоже помогал Крыму. Неравнодушные жители региона собрали более полутора миллионов рублей для людей полуострова. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Армянский национальный музыкальный инструмент «Де Холла» осваивают ученики вокально-хореографического ансамбля «Арцах». Недавно занятия стали ввести приглашенный педагог Рутюн Давтян, музыкант из Новосибирска, который обучает детей игре на двустороннем барабане уже 12 лет. Как музыка ознакомит с армянской культурой и кто может к ней приобщиться в Барнауле, узнаем из сюжета Дарьи Ерошиной. Без жалости к ладоням, с любовью к музыке. «Де Холл» – национальный инструмент жителей Кавказа. Каждый понедельник Рутюн путешествует из Новосибирска в Барнаул, чтобы научить ребят из ансамбля «Арцах», как правильно держать руку и бить по мембранам. Ансамбль существует при Союзе армян-края уже три года. Дается легко, потому что в первую очередь работа нравится. Во-вторых, это гордость, когда дети выступают, и когда стоишь на кулисах, и там огромное море хлопает, когда хлопает народ и не прекращают. Даже когда дети выходят из сцены, выходят в кулису, это, конечно, дает силу, энергию, чтобы дальше работать. Для детей самый понятный в обращении инструмент. Бьешь и слышишь звук. Однако и здесь необходимо освоить технику удара. Где-то нужно напрячь ладонь, где-то расслабить, а чувствовать ритм и слышать разницу в звучании звонких и глухих ударов – необходимый природный талант, который развивают упорными тренировками. Ты бьешь и прилипаешь руку. Вот так, зачем? Бьешь, сразу убираешь, чтобы звучит. Сейчас дети разучивают ритм армянского танца «Крепость». Движение нужно отточить до блеска. Впереди крупные выступления. Ближайшее на праздничном концерте «День материнства и красоты» в Госуниверситете 7 апреля. При должном усердии мастерство проявляют и мальчики, и девочки. Но главное – интерес. А прийти и попробовать могут все желающие. У нас есть в организации инструмент для пробы, чтобы ребенок понимал, то есть это его, не его, то есть нравится, не нравится. Как и рисование. У кого-то получается очень легко, быстро, даже учиться не надо. А у кого-то там надо несколько жизней, чтобы учиться. А тут руку уже надо правильно держать, под правильным углом, пальцы вместе, или открывать вот так много нюансов есть, которые вот надо обточить эти моменты. Купить собственный инструмент для занятий несложно, уверяют руководители ансамбля. Дэхол или Дэол – часть культуры и в других странах Кавказа, и слушателям в России уже знаком. А вот преподаватели, которые действительно им владеют, и могут научить других, как оказалось в дефиците. Тем не менее, любовь к национальной музыке выходит далеко за пределы одного государства. В следующем году организации будет 20 лет, на протяжении 20 лет. То есть у нас все занятия идут бесплатно. Мы с детей ничего не берем. Наша цель только, чтобы дети пришли, поучились, познали нашу культуру, традиции. Это, наверное, наша общая цель, чтобы дети не забывали свои коры. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну а на этом у меня все новости. Смотрите нас на «23 кнопки» в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции – 205 545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok